друзья всем привет находимся на вторым к зеленый угол сегодня у нас очень холодно забираем данный автомобиль сейчас сейчас немножко посмотрим цены что сколько она стоит пока пока переводе деньги за данный автомобиль проверяли его дней 5 назад на автомобиль не было птс кину к этому сейчас сейчас вернемся и так стоит у нас toyota wish дори style знаете что единственное единственное я не обратил внимание когда решили поснимать видео на автомобилях здесь цена не указано это к сожалению очень плохо возможно не только подошли еще не успели написать ну возможно просто просто здесь не пишут нет какие-то надписи есть видимо просто ценник не указываются как знаете у нас нет такого то что мы там задумали что-то снимать у нас очень просто поэтому снимаем по большей части спонтанно да просто давайте посмотрим по наличию автомобилей как видите находимся на самой большой автостоянки на авторынке зеленый угол и она забита забита она вся просто посмотрим по наличию то есть целая грядка стоит автобусов это но хим воксе свежего кузова бывает они 4 воды бывают передний привод бывают гибридные версии автомобиля смотрите сколько стоит рашей дальше раз два три 4 5 6 6 рашей три кросс роуда форестера вон там подальше стоят тоже автобусы есть кейкар есть toyota rush очень много филдеров кстати вот филдеров и акцию довольно довольно неплохой выбор на данный на данный момент также вот смотрите под навезли и кейкаров да и вот тоже довольно популярные автомобили suzuki солью особенно пользуются скажем так спросом именно бандиты открывать мы сегодня автомобили не будем вот даже вот перчаток нет с собой не взяли очень холодно нет здесь цена есть смотрите соли 600 620 тысяч стоит да и стоит 16 год естественно такие кар шестьсот шестьдесят кубиков 435 тысяч еще один да и стоит здесь цена не указана также филдер ну и для тоже subaru subaru xv синенькая соль его стоит тоже 620 тысяч рублей toyota vids есть модификации один есть модификация 1 и 3 литра данный автомобиль 1 и 3 17 год 4 воды стоимостью 705 тысяч рублей есть премию подражали кстати не в цене не то что премию до большинство автомобилей конечно в цене у нас подорожало вот ладно обзор цен сделаем обязательно завтра послезавтра сейчас пойдем подождем денежку и расскажем про honda freed плюс но посмотрите да вот сколько сколько все же автомобили и давненько такого не было то что не знаю ветер еще сильно дует как со звук вот навезли кстати многие просят хочу снимите хочу джипа денег нет вернемся мы с вами к этой теме посмотрите вот сколько джимми навезли джиммики по джеррики маленькие ладно не будем мерзнуть ждем перевод и рассказываем про honda freed плюс немного итак автомобиль забрали забрали смотрите что касается документов 3 числа все автомобили привезенные привезенные допустим на физика да они должны иметь кнопку гонас данная птс к данной птс к найдет тоже электронная она выдана вчерашним днем вот кнопки глонас на автомобиле на автомобиль она не установлена потому что автомобиль был был привезен до 3 числа поэтому не переживайте по этому поводу по этому вопросу здесь все нормально и так давайте наверное выйдем на посмотрим на автомобиль сравним его с предыдущим кузовом кстати данный автомобиль едет в санкт-петербург и я думаю владельцу он понравится но не только владельцу до своим внешним видом вообще то есть на данный автомобиль будут смотреть потому что да и вообще в принципе на правый руль у вас будут смотреть но на такой такие автомобили они вот совсем недавно повезли скажем так массово да я имею ввиду целые не битые там не топлики вот виткой внешний вид конечно у него изменился по сравнению с предыдущим кузова с предыдущим фридом не только внешний вид ну и габариты и тот же самый салон тоже самый функционал автомобиля у нас на улице очень холодно показывает минус 11 градусов но не поверите у нас ветер и ощущается я даже не знаю как все наверно минус 20 вот данный автомобиль передний привод полтора литра 131 лошадиная сила он на родных на штатных литых дисков хондовская автомобиль продавец уже у них от мороза я же говорить не могу значит продавец уже переобул данный автомобиль на зимнюю резину поэтому с перегоном до транспортной компании вопросов у нас не возникает кстати многие многие тоже спрашивают говорят и почему-то думаете что так оно должно быть если автомобиль продается на зимней резине то обязательно должен идти комплект летней резины ребят у нас такого нет к данному автомобилю отдали комплект летней резины отдали бесплатно но я не могу сказать то что она прям ведь она в пакетах мы вскрыли посмотрели я не могу сказать то что она новая по крайней мере сезон она еще проедет вот она в пакетиках то снег много снега ничего страшного багажное отделение значит двойное дно идет такой двойной пол он ну естественно полочки у нас снимаются трансформируются пластики есть пластики есть по бокам ремкомплект прячется с левой стороны донкрат с правой стороны прячется ремкомплект пойдемте посмотрим немного немного салон эффект двери штатные коврики идут хондовские сидушки у нас ездят вот таким образом выдвигается но я между трансформация салона вот ну и ну и спинка у складывается сейчас мешается немного подлокотник вот таким вот образом здесь как бы ну можно положить какую-то небольшую перегородочку до что-то придумать постели какой-то матрас в принципе получается полноценное место вот ремешок тоже что-то какой-то груз можно закрепить где в принципе я сделал все одной рукой вперед сиденья тоже у нас тоже у нас ездит ну соответственно с этой стороны ездит и с той стороны тоже она ездит значит по месту очень удобно ручка то есть при посадке автомобиле по месту место довольно много понятно то что я сейчас водительское кресло подвинул вперед вот но тем не менее даже если его подвинуть назад я я не думаю то что я буду упираться куда-то коленками по ширине спокойно сюда влезут три человека но опять же в куртках в куртках наверно в зимних будет тесновато вот но три человека нормально сюда влезут что мы значит здесь имеем кстати по багажному отделению нас еще идет розетка на 12 вольт аэрбэги у нас есть в стойках ну здесь все по стандартному это автоматический стеклоподъемник шторочек здесь нет подстаканник вот ну и замок многие опять же приезжают спрашивают как открыть дверь которая электро ребят все очень просто дверь у нас открывается также она работает и на закрытие что с левой что с правой стороны все то же самое до потолок конечно здесь высокие по бокам у нас идут ручки вот вот эти вот поручни для посадки в автомобиль есть у нас проход на первый ряд сидений поднимите посмотрим что у нас там ну и соответственно дверь закрывается с этой стороны то же самое кстати бесключевой доступ но еще по внешнему виду есть брызговики есть повторители есть активный радар есть регистратор на автомобиле регистратор сейчас посмотрим какой-то штатный нештатный стоит больше интересному ничего нет ну конечно внешний вид такой прикольный автомобиля здесь тоже как видите штатные коврики идут дверная карта пластик кожаная вставка то есть где-то соотношение 70 на 30 здесь у нас отключение антиюза датчик при столкновении движение по полосе 2 электро двери их можно отключить систему платных дорог ручник у нас идет ножной далее здесь так надо завести завести автомобиль потому что очень как холодно у нас на улице здесь у нас идет розетка на 12 вольт вход hdmi ну и избе входа на 1 ампер и полтора ампера вот что касается самого автомобиля значит аукционный лист который находился в автомобиле да и в принципе сейчас он здесь находится он идет 4 балла а кузов автомобиля целый но по факту по факту это идет rk пробег на автомобиле так пробег здесь пробег здесь указан 65000 здесь он тоже тоже указан 65 тысяч пробег на данном автомобиле он настоящий автомобиль идет rk у него идет замена просто замена переднего правого крыла то есть крыло съемная деталь крыло это сняли поменяли и в принципе вопросов нету подкапотное пространство за крылом она идет все целое вот соотношение цена-качество автомобиль стоил у нас по моему 1 миллион 1 миллион сто семьдесят тысяч рублей сейчас еще посмотрю по объявлению да да один миллион сто семьдесят восемь тысяч рублей был какой-то небольшой торг вот с продавцом но кстати знаете еще вот недавно буквально мне нужно поторговаться наверное вы вы нас смотрите вот без обид ребят но у нас нет таких торгов нас по 60 по 70 тысяч автомобилей но не скидывает вот если автомобили стоит там до миллиона но 5-10 тысяч может вам скинуть вот если он стоит 2 миллиона но я не знаю может 20 может 30 30 тысяч но никак не 60 не 70 тысяч далее значит здесь идет два кожаных подлокотника кстати обратите внимание в каком состоянии сиденья да все прям клев да не только сиденья салон есть какие-то вот здесь маленькие нюансы но это мелочи руль у нас идет кожаный гудок работает дворники работают датчик дождя круиз-контроль адаптивные движения по полосе менюшка идет управление кнопка старт верхний идет бардачок он разделен поделен на три части видите посередине одна большая по бокам такие вот две маленькие раз два три четыре но здесь все идет по стандарту идет 4 дуйки вот тоже такая вот полочка допустим телефона да вот слева телефон нормально влази справа он будет болтаться идет у нас подстаканник с левой стороны подстаканник у нас идет с правой стороны управления климат-контролем собственно сам климат-контроль дверях у нас вот такие вот пищалки и вот этот собачник тоже он обдувается он видите идет дуйка в стойках у нас идут airbagi зеркало идет без подсветки но на такое широкое не везде встретишь широкое зеркало здесь у нас идет дополнительное зеркало на обзор салоном чтобы мы видели что там кто там сзади у нас ездит есть у нас подсветка вот по месту место место много вот что вам еще показать сидение регулируется у нас по высоте то есть можно его поднять можно себя поднять я почему-то мне нравится ездить когда вот я вижу начало капота но опять же людей много да всем нравится по-разному да мне стало меньше меньше места немного вот в коленке я начиная немного практически начиная упираться но мне так намного намного удобнее ездить с правой стороны у нас все стандартно все удобно то есть тянуться никуда не надо рука лежит да она открыл стеклоподъемник надо открыл стеклоподъемник с левой стороны тут же зеркала складываются тут же они у нас регулируются вот так надо не забудь разложить зеркала в общем в общем все удобно по дверным картам опять же идет подстаканник небольшая такая ниша и еще внизу у нас еще дополнительная ниша мне коврики нравится прям лежат такие как влиты и посмотрите на состояние коврового покрытия на состояние пластика даже вон туда не было фальшвейера автомобиля попросили положили положили фальшвейер значит центральная часть до лобового стекла дотянуться просто нереально надо мне наклониться на вот так вот я достал рукой до лобового стекла вот ну что еще здесь у нас бардачок есть сверху у нас ничего нет ну и просто нереально больших размеров торпеда здесь у нас бен бензоба кстати бензина в автомобиле нет электронный спидометр электронный тахометр вот показывает температуру уже минус 9 пробег 65000 ну и вот в этом окошке да так назовем это центральный компьютер расход топлива время средняя скорость компас даже есть это система распознавания дорожных знаков в общем идет управление менюшка управления трипом а.б. ну и в принципе больше больше такого интересного ничего нет мне нравится подвеска на данном автомобиле до непосредственно как он идет у него нету такого то что там стук 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 бум 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 и так далее ну что еще не показал отключение системы ай стоп эко режим камера заднего вида здесь идет с траекторией то что очень удобно вот обычно стандартный магнитофон сенсорный всевозможные всевозможные регулировки магнитофона кнопка включения аварийной сигнализации также мультируль мультируль который у нас работает вот напоминаю автомобиль едет город санкт-петербург сегодня вот такой получился небольшой обзорчик до сегодня не было цен цены обязательно будут не забывайте подписаться на наш канал кому нужна помощь приобретение автомобиля пишите звоните не звоните по ночам уже который раз напоминаю скоро буду перезванивать вот что еще вам добавить проверка в общем пишите звоните никого не бросаем всем отвечаем на сегодня все всем пока